Базар 11 представляет Эта сборка датируется 1994 годом И это Windows 3.2 Файлы, опции, окно и помощь Свойства о компьютере Windows 3.2 Но обозначается как 1993 А пасхалка работает Сейчас проверим Обзор пасхалки уже есть на канале Windows 3.10 На основе Windows 3.1 Есть видео на канале как пасхалка Windows 3.1 Можно увидеть полностью об этой пасхалке Как всегда кнопки свернуть Развернуть на весь экран, грубо говоря И два раза если нажать, то закрытие программы Либо выход из Windows Один раз нажать дополнительные функции Плюс переключение между задачами task list Ну тут видите обозначение, одна боковка А так все на китайском По сути говоря Сборка довольно таки интересная Файлы менеджер В принципе ничего особенного Со всякими основными же функциями Можно управлять файлом как всегда Таким образом можно и открывать картинки И короче все то же самое по сути говоря Пану управления Это цвет Цветовая палитра Цветовые схемы Что-то китайское Это шрифты Китайские 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 шрифты мыши. Рабочий стол. Здесь настраивается узор, как всегда, заставки. А тут все на китайском. Не будем еще гадать, не будем лазить по настройкам, просто покажу. Это геометрический вайс. Кстати, если честно, что я замечаю в Windows 3.11, что и Windows 3.2, который я показываю, что-то заставки работают значительно быстрее, что производительность улучшилась, что и Windows 3.2 и на китайском. Логично. Со значками Windows. Это черный экран. И сквозь сиянную. Также настраиваются по центру и на весь экран фоновый рисунок. Скорость мигания курсора и настроечки. В принципе, логично. Клавиатура настраивается. Принтеры, настройка принтеров. И геональные стандарты. Но вы тут видите, все на китайском. Сложно понять. Упрощенный китайский язык здесь. Дополнительно. Клавиатура US. Формат даты. Формат даты. üne юанях. fu Деньги. Часы. Датой времени. Настраиваются довольно-таки просто. Что тут сказать. Меди мэпер настраивается. Миди синтезаторы. Настройка 386 расширенная. Дривера. В основном аудио дривера. Что-то китайское уже, по сути говоря, и настройки звука. Тогда звук есть. Вы, наверное, уже слышали в самом начале. Такие вот настройки. Настройка принтеров тоже на китайском это всё. Буфер обмена. То, что вы скопируете, всё это отображается на экране с помощью буфера обмена. Командаем «Asdoss», установка Windows. Установка Windows. Там настраивается дисплей, клавиатура, мышь и сеть. Также установка программы из файла. Добавление удаления компонентов Windows. Что насчёт компонентов. Здесь тоже не требуют установки. Кстати, откуда здесь доктор Ватсон? Тут устанавливать фактически не требуется. Пиф-редактор. Пожалуйста, редактируем пиф. Создаём какую-то программу. И тут... Это почти меня. Насчёт Windows 3.2 на китайском всё языке. Но и это ещё не всё. Какой-то дверёк, выход. Чё-то там такое. Китайское. А это уже... Если кто пользуется Windows 7, тот поймёт. Это редактор яичных знаков. Яичных знаков. Точнее, яичных. Точнее, будет. 1993-й год. Выбираем... Так. 16. И, пожалуйста, рисуем. Это редактор яичных знаков. Кисть. И давайте что-нибудь нарисуем. Например, такую вот своеобразную галочку. Такая вот галочка получилась. Тут фигурки, кисти, куссор. Брауз. Это то, что занесли. Попробуем-ка сохранить. А тут фон. Это что, шрифты? Типа, тоже можно создавать. Это личные знаки. Таковы. То есть, создавание шрифтов, по сути говоря. Попросту. Только надо всё это изучать, это всё. Но, тем не менее, это так. С такими функциями. Реквизиты. Как всегда, тест документов. Печатается, в основном, на английском. Такие вот функции. Всё то же самое, что и на обычной версии. Point Brush. Это то, что там вырезание, распыление, текст, ластики, кисточка, заривка, фигурки, размер рисования и выбор цветов. Всё так же можно рисовать, как и на обычном версии Windows 3.1 и 3.11, между прочим. Формат BMP и PCX. Терминал. Это общение между другими компьютерами, телефоны и так далее. Блокнот. В принципе, ничего особенного. Такой уж блокнотик. Запись макрокоманд тоже на китайском. По сути говоря, можно воспроизвести, записывать макрокоманду. Что-нибудь давайте. Так, вот так. 32. 32. Раз, два, три, четыре, пять. Останавливаем макрос. Запускаем. И на этом запись остановлена. То, что я сделал, можно продолжать свою работу. Поездная штука, запись макросов. Картотека. Ну, тоже, оно и понятно. Добавить, удалить карточку. Сделать дубликацию или автонабор. Календарь с добавлением событий, пожалуйста, по времени. Будильник. А это вот, такой вот календарик. Календарь. Так и обычный, так и научный календарь. Все просто и лаконично. Часы. Таким образом, это работает. Также аналоговые часы. Упаковщик объектов. Опять же, все просто. Что и Windows 3.1 и 3.11. Также работает немного по-другому. Не то, что Zip и RAR. И таблица символов пригодится. Например, символ Copyright. Необходимая вещь. Что-то тут китайское. Это, наверное, уже показывал. Аббатцевин еще. Какой-то там. Не запускается, а это уже та же самая программа, по сути говоря. Тут. Главные реквизиты, игры и автозапуск. Все то же самое. Пассианская сынка. Можно играть с удовольствием. И обычный классический сапер. Вот такая вот китайская версия. Довольно-таки интересная. В плане того, что редактор яичных знаков. А так, можно сказать, что, по сути, то же самое, что и с Windows 3.1. Такая вот версия Windows. Ну, на этом можно обзор завершить. Большое спасибо вам за внимание. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok